здравствуйте всем добрый день здравствуйте всех приветствую давайте ждем всех всех приветствую ну давайте потихонечку начнем всем меня хорошо слышно надеюсь да поставьте плюсики здравствуйте значит все хорошо да я сейчас отключу комментарии и потом в конце эфира включу и вы сможете задать все свои вопросы выключаем комментарии чтобы они меня не отвлекали меня зовут ибрагимова или на мы со многими уже знакомы кто-то может быть первый раз видит мой эфир я врач дерматовенеролог косметолог и сегодня мы с вами поговорим о базовом уходе за молодой кожей опять же о главных аспектах о секретах красоты о секретах ухода о том как сделать так чтобы вредное воздействие внешней среды для нашей кожи было минимизировано ну и в общем отвечу на все ваши вопросы сегодня мы разберем 3 косметических средства из компании greenway линейка шарми это будет увлажняющий крем это будет флюид крем для кожи вокруг глаз и масочка о всем будет подробно рассказать чуть дальше с чего мы начнем ну ни для кого не секрет что о здоровье о нашем и о состоянии нашего организма а также о нашем возрасте зачастую судят по состоянию нашей кожи и поэтому преждевременное старение для многих это очень большой стресс и для многих это так скажем такой переломный момент который может иногда служить для вернее служить тому что нарушаются социальные контакты особенно женщины подвержены этому стрессу они начинают комплексовать очень не хотят выходить свет встречаться со своими близкими знакомыми или подругами которые выглядят намного лучше чем они и поэтому чтобы себя так скажем оградить от этого от всего нужно обязательно качественно ухаживать за кожей лица и тела уже с молодости поэтому мамочки у кого есть дочки обязательно приучайте это делать с раннего возраста с подросткового как минимум а лучше и раньше потому что эта культура точно так же как мы обучаем правильно деток чистить зубы также мы должны обучать деток ухаживать за своей кожей и тут же опять же нельзя забывайте про наших мальчиков потому что очень часто я слышу о том что я мужчина зачем мне умываться я мальчик зачем мне умываться какими-то средствами многие используют как средство очищения иногда даже шампунь когда принимают душ они говорят тем же самым и умываемся это все неправильно современная косметология современные косметические средства они сейчас так скажем такой переломный момент переживают то есть появляются очень активные косметические компоненты уходовой косметики которые работают не только на поверхности кожи но и достаточно в глубоких ее слоях что делает косметику лечебной не являясь лекарственным средством косметика способна наша не только решать уже появившуюся проблему она способна решать эти логические то есть в принципе изначально причины проблемы то есть из-за чего эта проблема возникла то есть если это какой-то воспалительный инфекционный компонент да то есть вы знаете что в косметике есть специальные растительные вещества которые обладают очень сильным противовоспалительным антибактериальным до растительным антибактериальным территом действиям старение кожи это процесс который затрагивает все слои кожи то есть не только поверхности не только глубокие но и все невозможно омолодить только поверхностный слой кожи до при этом глубокие будут не затронуты в процессе такого быть не может поэтому есть ряд так скажем этапов которые бы помогли нашей коже выглядеть намного моложе это я вам сейчас говорю то есть для общего развития для того чтобы вы понимали дальше про компоненты косметики ну одним из этапов до который которыми можно было бы назвать так скажем шажочками к омоложению это замедление так скажем замедление выработки определенных ферментов которые являются разрушающими для старого коллагена и эластина для того чтобы освободить место для нового то есть у нас есть такие определенные ферменты они разрушают старые освобождается место для нового и на этом месте у нас возникает то есть образуется новый коллаген и эластин так вот процесс именно синтеза этих ферментов может быть замедлен почему к таким факторам которые замедляют этот процесс можно отнести один из самых главных это излишняя инсоляция ультрафиолетовые лучи мы особенно женщины очень любим полежать под открытым солнышком сейчас теплое время года загар многих украшает не всех до особенно тех кто склонен к пигментации но мы должны не забывать о том что это очень сильный вред для кожи загар это ожог поэтому в жаркое время года если вы в отпуске или находитесь у себя на родине на даче просто выехали на природу не забывайте о том что кожу нужно очень хорошо защищать от ультрафиолета это должны быть обязательно косметические средства с ультрафиолетовой защитой также вы должны использовать какие-то большие шляпы с большими полями кепки если вы лежите где-то загораете обязательно лучше это пусть будет под зонтиком либо накройте лицо полотенцем то есть кожа лица она очень лица шеи декольте она очень уязвима поэтому не забывайте пожалуйста про этот очень важный момент и как раз вот ультрафиолетовые лучи они замедляют синтез этих ферментов это на первом плане второй разрушающий как скажем такой момент до для этих ферментов это длительное воспаление раздражение кожи к этому я могу отнести длительные воспалительные заболевания кожи очень часто наверное вы видели что кожа которая длительно подвергалась каким-то воспалительным гнойным заболеванием позже выглядит не очень красиво такую кожу часто мы видим у тех у кого подростковом периоде было длительные акты неправильно лечены да то есть такая кожа выглядит очень пористый как огромный большой рубец она безжизненная на не сияющая на не блестящая на тусклая серая вот это воздействие это это длительное как раз длительное воздействие воспаление то есть то что в наших руках если есть какие-то воспалительные заболевания на коже мы должны строго быстро разрешить с помощью докторов да то есть обращаться вовремя к дерматологам косметологов и защищаем себя от солнышка это вот то что вот прям в наших руках и мы можем с вами это делать контролировать и принципе не прикладывать никаких усилий абсолютно также второй шажок так скажем к нашей молодости и красоте это препятствование отложения глюкозы в наших тканях в белковых структурах нашего организма то есть глюкоза должна как так скажем минимум минимально поступать в наш организм минимум мы все знаем что сахар это белая смерть для кого уже не секрет поэтому минимум сахара и также мы можем нашему организму помочь с помощью есть такой депептид который во многих биологически активных добавках например используется это карнозин это своего рода ловушка для глюкозы и этот депептид на сегодняшний день многими геронтологами признан как самое лучшее средство для молодости кожи третьим шагом я бы назвала это абсолютное так скажем обезвреживание действия свободных радикалов на наш организм на кожу в частности да то есть свободное радикалы это такие аномальные молекулы которые очень пагубно воздействуют на весь наш организм которые вызывают очень тяжелые хронические заболевания но всех заболеваний перечислить не буду потому что это много и практически все заболевания у нас в нашей жизни могут вызывать именно свободные радикалы что можно сделать чтобы уменьшить их воздействие но это естественно использовать антиоксиданты которые очень активно и в большом количестве используется в нашей косметики до в виде природных компонентов что еще важно знать кожа это такой сложный орган который требует очень тщательного щепетильного ухода на самом деле казалось бы умылся и все очищение мы с вами разбирали во время прошлого эфира и поэтому сегодня я хочу рассказать на примере до ухода за молодой кожей кстати очень жаль что мне сейчас отключены комментарии как вы считаете каждый для себя ответьте потом можете мне написать какую кожу можно считать молодой но на самом деле косметологи молодой кожу называют до 25 лет после 25 лет считается что в коже снижается не считается это доказано что в коже уже начинает снижаться синтез гиалуроновой кислоты и поэтому давайте я отключу комментарии то что мне будет параллельно интересно сейчас что вы думаете так и сказал да после 25 лет уже у нас снижается синтез гиалуроновой кислоты и начинаются процессы старения вот поэтому это как раз очень прям такой возраст когда нужно начинать особенно активно ухаживать за лицом после очищения очищение мы с вами разбирали во время прошлого эфира для молодой кожи мы рекомендуем очищающие средства шармикис после очень тщательного очищения наша кожа нуждается в качественном хорошем увлажнении это касается всех типов кожи нормальный сухой и жирный очень часто я слышу от своих пациентов что у меня жирная кожа и я не нуждаюсь увлажняющим креме он забивает мне поры но это неправильное неправильное мнение потому что простите это неправильное мнение потому что выработка большого количества кожного сала при жирном типе кожи как раз обусловлено дефицитом увлажнения то есть кожи сухо кожа чувствует дефицит увлажнения и начинает еще больше и больше вырабатывать кожное сало кстати очень важный момент такой те кто жирная кожа которая любит очищать личико спиртовыми лосьонами хлоргексидином и прочими так скажем вредными такими компонентами до для кожи для ежедневного ее применения они как раз и жалуются что я начал ощущать чрезмерную сухость кожи а все потому что кожа пересушена и она начинает еще больше и больше выбрасывать кожного сала вы еще больше и больше протирать спиртовыми лосьонами в результате получаете пересушенную обезвоженную кожу поэтому обязательно увлажняем все типы кожи так ну начнем про наш шикарный увлажняющий крем который называется шарми ангел я бы его рекомендовала и рекомендую для возраста любого даже подросткового это идеальное средство он очень легкие очень такой невесомый очень комфортный без постороннего без без так скажем посторонних каких-то ароматов я так я прошу сейчас вопросы не задавать вопросы мы будем давать я все-таки отключу чтобы не смущать в общем он очень легкий воздушные и он дает ощущение комфорта увлажненности и не создает так скажем пленку маску на лице то есть нет никакой тяжести очень хорошая основа для макияжа макияж ложится очень ровно не крем не скатывается что очень важно вот в моей практике то есть я разговаривала с девушками визажистами которые отмечали что крем вот так выглядит что крем идеально ложится под макияж что же в нем такого интересного в директора после эфира про очищение я получала получила вопрос о том что же не входит в гелевую основу этого крема когда мы смотрим на состав первым таким первым элементом мы видим что написано гелевая основа что же входит в состав на вопрос этот я сказала что отвечу в прямом эфире не стала не стала все это расписывать потому что это тема сегодняшнего эфира гелевая основа ну это так скажем такая именно авторская разработка компании компании то есть это это основа разрабатывается в городе новосибирске по секретному рецепту который не разглашается единственное что могу сказать что в составе этого геля смесь специальных карбомеров карбомеры это такие биополимер это группа активных биополимеров которые являются производными акриловой кислоты абсолютно нетоксичные абсолютно безопасные они эти карбомеры при смешивании с водой с при взаимодействии с водой создают легкую гелевую тающую текстуру не липкую не клейкую и поэтому вот при использовании крема вы можете ощутить что нет вот этой липкости нет тяжести то есть нет вот этого ощущения пленки на лице что очень важно а соотношение этих карбомеров тоже хранится в тайне то есть это в общем это секрет но то что компоненты абсолютно безопасны компания дает стопроцентную гарантию также значит есть такая производство научно-производственная компания которая называется биоминералы она облагородила гелевую именно гелевую основу таким компонентом как хитоза ну я думаю что про волшебные так скажем лечебные компоненты хитоза на можно говорить бесконечно вы многие об этом знаете да что это просто шикарность стимулирующий все биологические процессы компоненты есть добавки до с содержанием хитоза на поэтому сфера применения хитоза на она очень большая вот что делает наш крем дополнительно еще более активным и так скажем работающим вот листья облепихи они обладают просто массой лечебных компонентов это кладезь витаминов минералов то есть не только ягоды облепихи обладают таким великолепным витаминизирующим эффектом но и листья облепихи тоже что они дают они улучшают цвет лица улучшают трофику тканей тонизирует очень хорошо очень сильный антиоксидант вот про действие свободных радикалов также масло авокадо ну масло авокадо тоже ни для кого не секрет что это просто ну так скажем кладезь витаминов микроэлементов это омега это тот компонент который без которого нашу молодость красоту просто невозможно себе представить водная вытяжка листьев березы листья березы они обладают очень сильным тоже именно антисептическим действием очень сильным антиоксидативным действием очень хорошо тонизирует увлажняют питают смягчают кожу масло ши тоже обладает очень таким именно улучшающим трофику действий а также является растительным ультрафиолетовым именно фактором ультрафиолетовой защиты еще также один очень важный компонент это экстракт экстракт шиповника шиповник это так скажем сундучок с витамином c без витамина c невозможно представить синтез коллагена это строительный материал если у нас есть строительный материал у нас будет что строить нет строительного материала нет стройки нет коллагена поэтому витамин c обязательно принимаем внутрь а также смотрим чтобы в составе косметических продуктов тоже он присутствовал также витамин c является очень мощным осветляющим действием тонизирующим очень хорошо снимает отечность если есть какая-то локальная пигментация можно обратить внимание при длительном применении но на это понадобится конечно не меньше четырех месяцев очень хороший осветляющий эффект соль морская это очищение это так скажем detox это бактерицидные бактерицидные действия что могу еще сказать вот такой момент еще про катон получила вопрос что экокосметика не должна содержать катон на самом деле в нашей косметике катона минимальное просто содержание она настолько минимально что она не может как-либо пагубно воздействовать на кожу тем более на состояние нашего организма своего рода в нашей косметике это консервант если бы не было таких консервирующих да так скажем компонентов то косметику невозможно было бы реализовывать то есть это было бы ну грубо говоря мы бы все пользовались огурчиками клубничкой масочками такими кефирными и все то есть создать продукт чтобы он хранился то есть тем более как продукт который не монокомпонентный а многокомпонентный и то есть и оказывал именно вот такое так скажем интерактивное действие взаимодействие между собой обязательно нужен какой-либо консервант и в нашей косметики консерванты используются в самом минимальном самом если они есть да то есть ми их минимум и вредного воздействия они никак не оказывают так ну что еще наверное ну настойка календулы то есть это те компоненты которые обладают антисептическим противовоспалительным смягчающим и так скажем тонизирующим действием как мы его используем этот крем после очищения мы наносим небольшое количество крема я так эмоционально все рассказываю что у меня же дыхание перехватывает вот так вот выглядит крем очень удобная очень компактная упаковочка 30 миллилитров крема такой вид упаковки помогает крему сохранять свои стерильные свойства это отличает именно вот такая упаковка она отличает банки да то есть тем что баночки мы очень часто залазим руками руки у нас не стерильный тем самым в крем попадают микробы размножаются и уже могут не только нам не приносить пользу а наносить даже вред наносим небольшое количество крема если говорить про крем сколько нужно его наносить это очень спорный момент потому что крема нужно наносить столько сколько нужно вы на себе должны пробовать нанести крема нужно столько чтобы оставалось ощущение комфорта не было никакой стянутости но в то же время было ощущение что кожа напитана ну и также если вы когда вы наносите вечером крем вы должны посмотреть как выглядит лицо утром то есть если вы заметили что вы отекаете значит вы наносите слишком много крема но если честно я пробовала с нашим кремом этого не происходит отек отеки не возникают так нанесли на ручку и потом вот я в нем просто макияж и не могу на себя показать но в следующем эфире я обещаю что у нас будет модель и мы все то что разобрали за предыдущие эфиры мы покажем на модели нанесли на лицо пусть это будет условно да лицо и вот такими вот движениями вот такими именно мы распределяем по всему личику недостаточно просто вот так вот размазать это то вот представьте себе губку обычную губку для посуды до которую мы используем ежедневно если на ее поверхность капнуть крем и просто размазать он будет не так хорошо проникать а если мы будем вбивать то крем будет достаточно хорошо работать плюс мы дадим очень хорошие так скажем очень мы дадим хорошее механическое воздействие то есть произойдет массаж улучшится микроциркуляция и крем лучше впитается и все его питательные компоненты и вещества лучше проникнут в нашу кожу в били очень хорошо прям хорошо вот так вот побить себя по личику по румянцу создать такой естественный румянец и вот ну просто идеально он идеально это реально он просто шелковый вот его еще можно было не недаром он называется ангел его можно было и шелк называть крем должен отвечать таким требуем требованиям как то есть вы донесли его у вас не должно вам должно комфортно его наносить то есть вы должны получать удовольствие он не должен иметь неприятных запахов то есть вы должны получать так скажем и эстетическое до удовольствие и плюс вдыхать приятный аромат ну естественный эффект вас должен радовать эффект от используем ее используем используем его продукта так но это про крем как его используем используем его утром и вечером это универсальный крем для всех типов кожи утром и вечером немножечко на для молодой кожи можно его использовать по орбитальной косточке то есть наносим вот сюда мы к ресничному краю не подходим никогда никакой мы крем вот сюда не наносим нас наносим наличика и строго вот не заходим за орбитальную косточку мы ее можем прочувствовать пальчиками и за эту линию не заходим иначе мы будем получать отеки ну это наверное все что я хотела рассказать про этот крем ну и все остальное по вопросам уже мы разберемся после очищения или наверное рановато я про крем рассказала ну ладно на в нашем уходе недостаточно очищения и крема обязательно три раза в неделю 2-3 раза но я использую всегда 3 мы должны включать в уход за нашей кожей масочки сегодня я вам представлю масочку шарми дезая это уникальная маска которая обладает очень сильными питательными свойствами напитывая кожу очищая ее она делает бархатный очень хорошо видно очень хорошо осветляет улучшает трофику тканей если есть какие-то воспалительные элементы очень хорошо их подсушивает поры сужаются действительно очищаются уже после первого применения после длительного применения вы заметите что пигментация осветлилась тонус кожи улучшился именно кожный рисунок стал более гладким что в ней содержится но на самом деле в составе масок как и в составе простите пожалуйста как и в составе масок большое количество глины глина глина бентонитовая глина белая глина розовая она кстати является очень редким таким компонентом розовая глина очень редкий минерал вот так же в составе ягоды шиповника да то есть мы про шиповник уже говорили про его целебные лечебные свойства про то как он является сундучком с витамином c да также в составе листья петрушки крапива петрушка домашняя она является мощным антиоксидантом вот обязательно употребляйте петрушку не только вот в составе наших масок и косметических средств на обязательно внутрь это кладезь витаминов это борьба со свободными радикалами это молодость это наше здоровье поэтому петрушка крапива это еще и кстати мощный антибактериальный компонент такой альгинат натрия используется так скажем как компонент который помогает при использовании маски обладать таким как влагоудерживающим влагоудерживающая способность создает когда мы наносим маску мы не только ее напитываем теми компонентами которые содержатся в маске мы создаем так скажем окклюзию мы нанесли масочку и кожа она компенсаторно начинает выделять влагу которая вместе с этими компонентами очень хорошо питает нашу кожу очень важно при использовании этой маски помнить что нельзя допускать ее пересыхание как ее использовать я сейчас покажу вот так это сухой продукт насыпаем одну столовую ложечку ой простите чайную веду вас от заблуждения насыпали вот одну чайную ложечку и масочки мы разбавляем горячей такой водичкой градусов 60 до так скажем консистенции жидкой сметаны обязательно наносим на все личико по массажным линиям и не даем пересыхать масочки а не даем пересыхать что это значит это значит регулярно смачиваем пальчик и проходимся по всему речку чтобы масочка работала дальше почему нельзя допускать ее пересыхание потому что компоненты активные все травки минералы они работают только контакте с водой то есть как только пересыхают они перестают действовать то есть по сути вы перед переводите продукт никакого лечебного действия вы не получите ну вот так вот она выглядит и вот этого достаточно чтобы нанести нанести на лицо можно даже на шею декольте распределить вот все индивидуально также в этой масочке содержится эльцистеин этот компонент играет важную роль именно формирование тканей именно на биохимическом уровне то есть он активирует внутри внутри клетки все биохимические процессы вот этот момент тоже я хотела вам сказать очистили лицом нанесли масочку подержали минут 15 опять же смотрим по состоянию кожи если кожа более чувствительна если есть какие-то воспаления на ней и у вас ощущается какой-то дискомфорт то вы можете подержать поменьше то есть в процессе использования косметики вы в любом случае создаете свой график свой протокол процедуры очистили кожу очищающим средством шарми кис далее сделали масочку два-три раза в неделю мы ее можем использовать шарми дизайн и нанесли увлажняющий крем шарми ангел и спокойно ждем немножко минут 10-15 и можем наносить макияж если вечер то делаем все процедуры желательно все процедуры ухода за лицом делать за час до сна это в идеале если у вас не получается так делать то конечно живите по своему ритму это общие рекомендации в косметологии также зимой обязательно после нанесения крема выдержать хотя бы минут 30 чтобы сосуды наши не страдали то есть они будут перенапитаны до влагой мы выходим резко на улицу может произойти ломкость поломка да так скажем сосудиков и мы увидим красные звездочки на лице это касается любого крема абсолютно то есть это базовые шажки в косметологии это правило ухода за лицом еще раз за час либо 30 минут до сна за 30 минут до выхода на улицу в холодное время суток и после того как вы нанесли крем лучше выдержать минут 15 чтобы крем хорошо впитался пойти позавтракать попить водички в общем и тогда уже можно спокойно наносить макияж масочку мы можем смывать в принципе и прохладной водичкой теплой тут уже кому как нравится но лучше всего сначала маску смыть теплой водой а потом такой уже более прохладной чтобы так скажем создать контраст и улучшить микроциркуляцию а потом уже когда мы наносим крем-то пушку получаем уже просто шикарный эффект особый уход у нас всегда требуют наши глазки это так скажем слабое место это наверное глаза очень часто выдают наш возраст мы любим пощуриться на солнце мы любим посмеяться и морщинки иногда нас не очень сильно украшают поэтому обязательно мы должны обязательно с 25 лет использовать крем для кожи вокруг глаз и утром и вечером в линейке шарми он представлен вот в таком виде для молодой кожи шарми флюид он очень легкий он воздушный невесомый он не при не перегружает кожу вокруг глаз он создает ощущение комфорта у меня такое ощущение что глаз просто становится более раскрытым он создаю этот крем создает даже такое легкое сияние свежести что в нем такого ну та же самая гелевая основа которая до про которую мы говорили которая запатентована так скажем и держится в таком большом секрете также как и во всех наших косметических средствах очень активные компоненты это масло ши масло шиповника норковое масло это экстракты корня алтея экстракты василька то есть это это витамины это минералы то есть я не буду повторяться да это те компоненты которые являются и строительными материалами для клеток которые являются именно компонентами улучшающими трофику улучшающими микроциркуляцию которые обладают детоксом обладают анти так скажем не только они не только блокируют до воздействия окружающей среды вредное воздействие они стимулируют собственные резервы кожи они немножечко так скажем стучат наши клеточки и говорят просыпайтесь пора работать как мы используем этот крем точно так же в небольшом количестве вот для глазок нужно всегда очень мало крема это даже много берем небольшое количество крема и наносим строго орбитальные косточки несмотря на то что у меня макияж я вам покажу вот таким образом обязательно на верхние века и обязательно на нижние вот так нанесли на одну сторону потом на другую это неправильно повторяю на просто наносить на макияж ну как бы мне очень хочется вам показать вот видите я не наношу вот сюда ни в коем случае к ресничному краю я близко вообще не подхожу многие говорят а как же будет омолаживающий эффект если вот здесь у меня морщинки туда и не наношу будет когда вы будете вот так распределять улучшится очень микроциркуляция улучшится трофика ткани и крем распределиться там где нужно там где необходимо и вы не получите отека вы не получите раздражение кстати у аллергиков я тоже тестировала этот крем он не вызывал аллергии мне интересно какие у вас так скажем свои исследования вот ну крем абсолютно подходит всем моим знакомым кому я рекомендовала ну вот то есть вот так вот от наружного края к внутреннему вот такими массажными движениями пальчиков в каждый день утром и вечером наносите крем плюс к этому мы так скажем этот крем является кремом с спф защитой с эффектом спф за счет растительных компонентов которые обладают этими свойствами этот крем я рекомендую в принципе наносите утром и вечером нет противопоказаний для того чтобы наносить его только утром вечером его тоже можно очень легко использовать ну наверное я включу уже комментарии я немножко уже так потерялась может быть я что-то упустила и готова с вами поговорить об этом также кстати крем он содержит себе масло чайного дерева это тоже очень сильный и антиоксидант и плюс тот компонент который очень хорошо улучшает микроциркуляцию и обладает тонизирующим очень сильным эффектом так давайте почитаем вопросы где маски продается так ну это наверно не тот вопрос да на который я должна убирает ли порошок кист пост акне да то есть не порошок да мы его называем а это очищающее средство в виде порошка при ежедневном применении утром и вечером действительно явление пост акне становятся менее заметными смотря каких пост акне вы говорите если это уже грубые рубцовые изменения где есть минус ткань к сожалению ни одно косметическое средство вам не поможет если мы говорим о таких явлениях пост акне как гиперпигментация и может быть какие-то узелки и прочее то да на гиперпигментацию именно шармикис очень хорошо работает про солнцезащиту я сказала сегодня мы разобрали из солнцезащитных да то есть из средств которые обладают солнцезащитным действием это крем для кожи вокруг глаз флюид в следующих эфирах будут другие средства так ну давайте может я что-то сейчас постараюсь ему ответить кис можно для 32 лет конечно конечно а возрастные ограничения есть у этого крема нет возрастных ограничений у крема ангел нет абсолютно его можно с подросткового возраста свободно можно ли делать скраб на лицо если пользовали пользу если пользоваться очищающим от шарми о каком скрабе вы говорите о каком-то другом не из линейки шарми я немножко не могу понять или вообще в принципе если говорить вообще о скрабах при ежедневном применении шармикис вы можете в принципе один раз в неделю спокойно делать глубокий скраб так пользу кремом маской эффект супер подписываюсь под каждым словом очень приятно слышать можно ли увлажняющий крем с атопическим дерматитом псориазом и другими проблемами можно но при этом нужно сделать обязательно пробу каждый организм уникален есть особенности мы можем получить даже аллергические реакции в жизни на противоаллергические средства поэтому обязательно на каком-то небольшом участке на локоточке не знаю может быть за девушка где-нибудь аккуратненько нанесите крем попробуйте если нет аллергических реакций то вы можете спокойно дальше его использовать какой аромату крема вы знаете когда я ознакомилась с косметикой я почему-то думала что будет сейчас такой яркий аромат трав и он будет меня отталкивать в моей практике в работе есть такие программы в которых используются растительные пилинги профессиональные у них очень яркий очень выраженный аромат такой который некоторых немножко напрягает здесь нет здесь настолько тонкий аромат то есть он не будет раздражать вас точно крем для век затем крем для лица а вот здесь в принципе если вы если у вас очень молодая кожа то вы можете использовать увлажняющий крем для лица да и немножко заходить вот сюда на на орбитальную косточку если вы используете эти два продукта если вам уже 25 либо у вас есть показания да мы говорили в прошлый раз что можно в одном возрасте выглядеть по-разному то вы можете как нанести крем для кожи вокруг глаз а потом крем для лица так и наоборот в любом случае это две разные зоны которые нужно индивидуально прорабатывать так если после крема на лице образуются сухие места здесь нужно смотреть вас и нет ли каких-то кожных заболеваний именно проблем я не говорю об инфекционных да то есть крем достаточно хорошо питает он дает очень хорошее увлажнение почему у вас остаются сухие места нужно разбираться вы можете мне написать в директ ссылка на мой инстаграм должна быть поэтому я и опять же на чьи вопросы не смогу ответить я с удовольствием отвечу в директе может быть не сразу постепенно потому что вопросов возникает много так обязательно кстати до после вскрытия косметические средства обязательно нужно хранить в холодильнике так скажите пожалуйста можно ли использовать если на носу в уголках видны венки да можно обязательно использовать нужно даже что посоветуйте для ухода после 35 лет у нас будет эфир через неделю подходит ли для зрелой кожи флюид для флюид на самом деле он подойдет как для молодой так и для зрелой кожи но для зрелой кожи у нас будут еще более такие моменты которые то есть препараты которые продукты которыми мы бы больше рекомендовали вам пользоваться miracle тоже нужно применять ну проверок про очищение у нас был уже эфир поэтому вы можете пересмотреть все что вы пишете про возрастной уход это все будет в другом эфире так под глаза ничего не наносим эта часть лица всегда без крема вы меня немножко не поняли крем мы наносим на орбитальную косточку жирно мы сюда ничего не наносим крем нанесли на орбитальную косточке и вот такими вот движениями мы разбили этот крем и сколько нужно он пройдет к ресничному краю иначе мы просто создадим отек в любом случае он там не будет работать так как должен работать в общем это правило в косметологии можно добавлять в крема аромамасла я ничего не добавляю в креме уже есть все то что нужно заканчивается время нашего эфира на самом деле с какого возраста этот крем можно с любого возраста я уже перечисляла компоненты настолько натуральный настолько даже если взять какие-то средства которые рекламируют телевидение для использования детям например да в них вы найдете очень много искусственных компонентов чего вы не найдете в нашей продукции поэтому с любого возраста а можно узнать в процентном отношении какие вещества и сколько их составе это наверное про гелевую основу вы имеете виду на самом деле это все хранится в тайне так ну наверное все да здесь уже пошли вопросы про возраст так по поводу почему выпустили в уходе тонизирования есть определенные косметические продукты которые после применения которых обязательно тонизирование кожи в составе средств для очищения очень много компонентов которые уже тонизируют кожу если вам для вашей кожи необходимо протонизировать кожу после очищения вы можете ее тонизировать если нет вы можете упустить этот шаг еще такой момент после того как вы умылись я для для на протяжении всей жизни я вам рекомендую использовать не полотенца для того чтобы вытирать лицо а косметические мягкие салфетки для того чтобы вы только промокнули не растирали не разминали то есть очень мягкое воздействие должно быть ну наверное закончил эфир спасибо вам большое за комплименты за приятные слова очень интересная публика у нас очень приятно общаться всем говорю до свидания до скорой встречи ждите очередных эфиров буду готовить для вас интересные материалы а также вы мне можете написать директ на что может быть делать больше уклон когда я рассказываю про косметику всем до свидания хорошего дня пока пока